У нас сегодня необычный формат, хотя вы заслуживаете, наверное, самых добрых слов и самых ярких позиций в средствах массовой информации и так далее. Ну, не я же выбирал жизнь для вас и ваши предпочтения. Вы выбрали такую жизнь, такую службу. Я вам очень благодарен за это. Это настоящая мужская служба. Но особенно я благодарен вам за ту операцию, которую вы провели по освобождению наших людей. Фактически из плена несколько десятков белорусских граждан явно не по своей воле оказались заложниками и не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей в Украине. Когда началась спецоперация Российской Федерации, вы лучше меня это знаете, наши люди несколько десятков остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. Их надо было возвращать домой, всеми. К сожалению, по-моему, двум человекам так и не удалось вернуться домой. Они просто нагло были убиты украинцами. Придет время, мы разберемся и с ними. Я помню тогда, сказал о том, что если нам не вернут ребят, то мы проведем спецоперацию, в том числе и острую спецоперацию для освобождения наших ребят. Комитету госбезопасности было поручено подготовить это мероприятие и освободить наших людей. При вашем непосредственном участии, под вашим руководством, я так понимаю, была осуществлена эта операция без единого выстрела. По-моему, даже никто и так и не разобрался в Украине, как это случилось. Вы вернули людей в свои семьи. Очень благородное дело для военного человека. Без шум, без выстрелов вернуть десятки людей домой. Вот поэтому я вам чрезмерно благодарен за ваш поступок. Слишком много после 2020 года у нас появилось надежных, профессиональных патриотов, которые получают награды, ну не потому, что они просто работают, а потому, что они совершали и совершают подвиги и делают свое дело профессионально так, как сделали вы. Я вас поздравляю с государственными наградами и с удовольствием, как никогда с удовольствием вручаю эти награды.